Главным событием минувших выходных, безусловно, стало празднование Светлой Пасхи. В ночь субботы на воскресенье во всех храмах Русской Православной Церкви прошли торжественные богослужения. Воскресенье Христово считается всеми христианами величайшим событием, дарующим спасение миру и всему человечеству. Пасхальные праздницы состоялись и в Лабутнангах. Городской храм в эту ночь с трудом вместил всех желающих. Христос воскрес, воистину воскрес, не раз звучало под его сводами в течение Святой Ночи. Главным атрибутом праздника стали пасхальные куличи и крашеные яйца, которые верующие миряне накануне осветили на церковном подворье. Не иначе, как выставкой народного кулинарного творчества, действие на церковном подворье назвать было трудно. Жители города в изобилии принесли сюда пасхальные куличи, различную сдобу и крашеные яйца. По старинной традиции, еду перед наступлением светлого праздника Пасхи необходимо осветить. Тогда выпечка долго не черствеет, а главное с артасом, пасхальным хлебом, на верующих особая благодать сойдет. Вот только кулич, говорят, необходимо собственноручно испечь. Праздник, и самое настоящее в том, что ты сам сделаешь эти куличи, а покупные это уже не то. Не ощущаешь такого праздника. Но вот Прасковья куличи на этот раз не пекла, было много работы. Пасхальную сдобу она купила в магазине. Не суть важна, откуда кулич взялся. Главное – традиции предков. К церкви она пришла вместе с дочкой и внучкой. У Бога всегда верила. Недаром родители назвали ее необычным именем в честь Святой Параскеви Пятницы. Каждый праздник, и не только приходим, поклоняемся, верим. И детей своих приучаю к этому с детства. А вот и батюшка с молитвой и святой водой. Праздничную снеть он освящает с удовольствием и воодушевлением. Но главное событие праздника – сама Святая Ночь. Жители Семилиственниц пришли к городскому храму, держа в руках зажженные свечи. Первые удары церковного колокола оповещают о наступлении полуночи. Главный праздник всего православного мира наступил. Долгожданное торжество начинается крестным ходом. Взяв хоругви, церковные знамена с изображением Иисуса и Девы Марии, верующие направляются вокруг церкви. Так столетия назад гробницы Христа шли жены-мироносицы, чтобы умастить тело его благовонными бальзамами. Но гроб обнаружили пустым. Сын Божий воскрес! Христианское торжество жизни над смертью продолжается божественной литургией в храме, главной службой года. Всред за священником и певчими верующие повторяют слова, две тысячи лет назад изменившие мировоззрение миллионов людей и весь ход мировой истории. Ирина Волокитина, Эдуард Захаров, программа «Время местное».